всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сегодня у меня пересадка дегермары моей камбри по причине во первых закрытого горшка так как я начинающий мне еще трудно ориентироваться по таким запретым горшкам и я не вижу корней то есть это первая из причин где я решила ее пересадить вторая причина это то что на балконе я камбри свои оставляла на балконе и на прошлой неделе я уже говорила о том что начало срочным образом притенять окна и стало сильно жарко температура достигала до 32 градусов и пока я притеняла окна немножечко еще тоже сделала глупость поскольку на балконе я всегда опрыскивают цветы комнатные я не учла того что и забыла что у меня там стоят в промежутке между цветами камбрии и я их сверху просто опрыскала на одной из камбрий у меня сгнила одна бульба мне срочным образом пришлось их реанимировать эту камбрию сейчас мне пришлось вытащить так как я не вижу корней по сути дела они практически сгнили кончик вот здесь вот низ шейки или как это говорится то есть тоже она такая мягковатая вот и вот этот кончик я срезала то есть он мне не понравился и сгнил вот половину корней сгнила я виду того что они просто несмотря на то что я старалась не сильно переувлажнять просто из-за жары они очень сильно они просто сварились вот и по моему незнанию глупости я забыла просто за то что я между цветами поставила камбрии сверху их опрыскала и также их полила естественно в этот день повысилась температура на улице и на балконе просто было как парилка сейчас слава богу с ней все в порядке новый рост жив ура ура с ним все хорошо вот единственная у меня возникает вопрос и проблема о том что у нее каждый новый рост идет выше выше и выше то есть уровень вот этой бульбы уже достигает даже выше нового рости кого-то вот маленького это для меня проблематично если я буду ее садить вот так вот вровень то камбрия будет не ровно стоять вот так с под надкосом в горшке разделять естественно нельзя это я прекрасно знаю так как по одиночке могут не выжить правда тут одна бульба уже давным-давно исчерпала свои запасы она сморщенная даже верхних листиков кстати он сгорел на солнце мне пришлось его просто удалить он сам почти отпал и вот эта бульба где гармары практически голая лысая тут вот один единственный росточек один может даже 21 да вот этот вот ну я не знаю если смысл вообще на него надеяться так как тут был еще маленький коротенький старый цветонос сухой где его дело сейчас не помню ну в общем вот такой вот вот просто сломался также как и вот этот вот длинный тут их было четыре штуки ну где-то внутри там еще наверняка остались я их не буду выковыривать понятное дело вот еще внутри остался цветонос старый сухой листик я его не трогаю вот тут я просто почистила только для того чтобы убедиться в том что нет какой-либо гнили и вот тут на стволе как видите вот еще один побег вот он идет также вот здесь какие-то были побеги намеки то что о чем я говорила что вот идет зачаточные побеги они потом себя никак не проявляют они остаются в зачаточном состоянии также их по окружности очень много вот еще такой желтоватый вот еще полу ростик полу нет в общем как то так и вот этот вот самый такой вот уверенный росточек живой все с ним в порядке вот корневая вот такая вот полус гнившая я чистила чистила тут еще надо будет чистить вот отчасти может быть и из-за того что они сварились отчасти от того что я по горшочку не могу еще определять я сейчас приготовила маленький горшочек совсем манюханький если посмотреть вполне довольно таки достаточно будет этого маленького горшочка вот по внешнему виду вот так вот то есть корневая тут совсем манюханька крохотно придется вот эту бульбу старую заглублять вот и чтоб хоть чуть-чуть хоть как-то оставить новый рост на поверхности ну а другой рост вы видите вот все неравномерно вот один внизу идет рост потом чуть выше выше и вот еще выше видите как расположены новые росты и очень проблематично ее посадить в ровень с горшком с краем горшка верхнего края то есть водка корни есть еще сверху тут живые но это только на этой бульбе все остальное не очень приятном состоянии мне нужно будет сейчас фитоспорение и вымочить вот и еще одна причина была такова кора у нее практически вся вот такого вида практически вся кора такая и я только сегодня вот обнаружила когда ее уже руки чесались я ее вытащила уже из горшка думаю посмотрю хотя бы что там потому что после приезда вот уже почти вторая неделя прошла вот у меня просто съела любопытство посмотреть что там вот и в дальнейшем понятное дело что ее я буду восстанавливать спасать не спасать понятное дело что в любом случае с корнями это уже почти ринимашка грубо говоря вот этот вот отрезанный пенек вот внутри тоже какое-то вот непонятное неприятное проявление вот на срезе сейчас попытаюсь показать если получится что на срезе у нас получилось вот наш срез я его естественно обработаю фунгицидом и также древесным углем обсыплю на дне был дренаж вот в принципе в орхидеях я дренаж никогда практически не использую за исключением закрытой системы вот у меня была такова идея еще попробовать использовать закрытую систему я боюсь что сейчас для нее излишнего будет просто излишней вот такая вот неприглядная кора вот это частички конечно я много такого по выбирала вот кора сама я еще толком не выкинула вот и вот тоже присутствуют всякие белые вот налеты на ней то есть и мне кажется субстрат либо уже разложившийся либо ли слишком слишком мелкий то есть вот эти пласты тоненькие они непригодны для посадки несмотря на то что у камри мелкие корни да они все равно должны дышать я так считаю вот это плоская кора она просто вот не дает дышать ну кока чипс это понятно я тоже кока чипсами пользуюсь меня не нравится они дольше задерживают влагу вот и по причине того что я не знала что тут в субстрате вот немножечко перестаралась и с влагой и плюс еще сильно резко стало жарко на улице просто немножечко ее сварила но это уже моя беда вот видите точно такой же кусочек я весь белый выкинула надо было его оставить для показа но уже ладно уже что есть то есть маленькие чешуйки тоже по обрезала повыкидывала мог вот кстати этот коротыш который я оторвала вот он и тоже видите как с намеком такого вот коричневатого цвета как подгнивавшие вот я его избавилась от него со старой бульбы буду сейчас обрабатывать фунгицидом вот скорее всего просто из фундазима сделаю растворчик корнями побультыхаю чтобы полностью не опрыскивать ее уже хватит на опрыскивалась то есть корни немножечко так повымачиваю минут 15-20 и буду производить посадку посадку я наверно осуществлю в полусухой коре слегка ее так смочу по опрыскиваю вот полностью промачивать не буду и уже посажу так как хорошо чик небольшой мне принципе коры много не понадобится естественно дренаж я просушил и оставлю может быть на будущее он не пригодится закрытой системе вот дренажик очень хороший мелкий также у меня скоро пересадка фиала близится вот и я все равно его применю ну а что касается старой коры соответственно придется эту всю труху выкинуть также мне надо будет выкинуть вот этот вот пенечек вот еще раз посмотрите какое внутри при разрезе это зеленовато что мне нравится может придется больше чуть-чуть срезать пенечек но так как я боюсь этот пенек срезанный вот он от этой бульбы вот если я сейчас срежу он рассоединится с другой бульбой и то есть уже резать ну тут не туда по внешнему виду не он тоже как-то не очень нравится какой-то зеленая зеленый ободок кстати что еще характерно на коре присутствовал еще помимо белого налета вот этого грибкового еще и зеленый такой как споры грибка зеленого именно и при страхивании естественно это эти поры все разлетались то есть я сразу же под воду это все когда подставила под кран то поры начали разлетаться естественно это все я удалила и вот может быть просто еще вот эти вот споры немножечко запачкали срез вот это мне не не нравится может быть я еще обработаю перекись водорода для убийства этих грибков хотя это очень легкий фунгицид и он практически такие болезни не лечит это так просто подсушить чтобы вот эту гниль немножечко чтобы она подсохла и непосредственно буду обязательно сейчас применять фундазим ну или фитоспорин что-нибудь применю обязательно в общем это что касается дегармары по поводу кальмонары wildcat букет ее у меня тоже я обработала уже полностью не стала вытаскивать сейчас частично покаместь там тоже я бульбу удаляла вот и рачка я хочу как говорится пожаловаться и поплакаться в том что я сделал такую беду неприятную и горе у меня такое случилось от ну это случайность действительно случайность сейчас я ее обработала вот бульбочка сгнила я ее сняла зачистила и просто фунгицидом присыпала вторая бульба у меня осталась с ободком я очень за нее переживаю и стараюсь сейчас сильно ее не мочить я ее сейчас оставила просушиваться хорошо очень боюсь что я ее потеряю общее состояние и все полностью живое все нормально я тоже очень так расстроилась буквально вот меня просто до дома не было я поздно закрыла окна к вечеру пришла и увидела что они уже все сварились но одна сварилась полностью я просто ее по листикам разобрала и вот явно корни тоже успели попасть под палящее солнце после того как я утром опрыскала их и не ожидала что так сильно начнет палить солнце вот в общем такого не внешний вид ирочка прости меня пожалуйста что я немножечко не справилась с этими новыми ростиками ну бульбочки все нормальные я думаю что она еще все-таки даст нам новые ростики расточки тут принципе есть один намек еще на маленький не знаю будет он развиваться в дальнейшем или нет в общем криворукая я мадам конечно вот бывает и такое ну я думаю что все справлюсь с этой бедой вот я ее уже обработала все остальное внешний вид да тут один еще листик пожелтел вот я здесь его сняла и рачка если ты помнишь был листик вот я сняла его и еще где-то по-моему я снимала не помню где по-моему на вот этой бульбе тут с этой стороны был листик он тоже резко пожелтел до основания я его сняла в общем такая вот беда у меня с ней тоже приключилась и вот и рачка вопрос к тебе стоит ли ее сейчас уже вытаскивать или пусть уже останется как есть вот это у меня единственный вопрос я ее разворошила наполовину почистила фунгицидом присыпала вот дальнейшие действия хотелось бы у тебя уточнить ты как дома с ней обращалась знаешь как что делать лучше меня поэтому вот хотелось бы прибегнуть к твоему совету как бы ты поступила чтобы ее окончательно не потерять ну что касается третьей моей камбри это моя первая так скажем приобретенка в моей жизни вот первоначально девочки так переживая на нее смотрю мне прям сердце кровью обливается такую глупость сотворить взять поставить среди цветов и полить сверху опрыскать умница девочка молодец продолжаю в таком же духе как говорится я уж изменяюсь самокритика вещь хорошая вот я понимаю что сейчас там пойдут дизлайки и очень сильно большая критика пойдет вот то есть вот моя камбрия тоже вот она жила тоже после деленки после гниющих бульб если кто помнит в каком состоянии она приехала у меня почти такая же подобная ситуация была вот и вот она начала только просыпаться корни нам давать вот этот новый рост я смотрю он уже все надо будет мог наверно отодвинуть потому что что я его сильно укутала просто я его укутала потому что там корешки вот посмотрите какие жирные корешки классные я боюсь тоже чтоб она не загнила поскольку там такой молодой рост он уже такой высокий вот листик дал еще один хуже дороги третий лист который она у меня прибывает вот это действительно очень такой уже длинный да уж такой вытянутый но он такая туго ду места я ее долго мучила тоже дергала если кто помнит девочки анечка олечка вы девочки молодцы конечно мне с этой камбрии очень сильно помогли свое время чтобы ее вернуть к жизни вот здесь тоже такой внешний вид все черные пятна все приостановились слава богу аллилуйя я добилась как говорится приостановление вот этой вот дряни заразы непонятной вот и вот этот маленький рост вот этот вот непонятно себя как-то проявляет что это у нас а это просто налет но это просто налет сейчас вот этот кубик уберу деревянный вот и у тоже вот видите одна бульба выше другая ниже этот очень глубоко ушел вот но он дал нам корешочки видите вот новые корешочки есть он наконец-то наконец-таки проснулась после долгой долгой реанимации и адаптации и вот у нее внутри растет новый листик хоть и сморщенный но это просто минус того что я ее часто пересушивала забыла поливать вот в общем с ней все хорошо наконец-то я добилась ее возвращение к жизни то есть с ней у него у меня все получилось я ее наконец-то намертво закрепила она уже не шатается не болтается вот с корнями у нее ну все те же старые корешки полу сгнившие полу живые то есть все новые корни в основном ближе к бульбам идут расположены вот там то есть вот видите вот они где-то вот тут только-только пока не здесь они еще сюда до края горшочка не дошли то есть с ней у меня уже реанимация завершается я вижу что она начала развиваться более-менее кое-как слава богу то есть она уже у меня вышла из вот этих вот непонятных тугодомистых состояний вот и вернемся к моей дегармааре ну и дегармаару я буду садить точно так же как и первую свою камбрию ирочка еще раз хочу прибегнуть к твоей помощи стоит ли мне сейчас дергать и делать как реанимашку таким же макаром как и первую вторую вот мне очень хочется ее вернуть жизни там я вижу новый рост и в общем все уже и и воздуха не хватает и сил не хватает и терпение нервов я уже просто немножечко действительно разволновалась что не справилась с таким красивым растением вот ну и опять же таки повторюсь просто видно расслабилась и была не совсем готова к тому чтобы защитить растение от палящего солнца но я думаю что каждый с этим сталкивается тоже делают эти ошибки поскольку для меня растение еще новое я его не до конца еще изучила его повадки и вообще уход и все 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 то есть бывают такие неприятности конечно как я уверена что каждый с этим сталкивается вот так же девочки я знаю что вы и реанимашки покупаете и с ними возитесь и восстанавливаете добиваетесь пышного красивого цветения то есть прибегаю к вашей помощи вот естественно я еще спасажу покажу как это в результате выглядит вот ну а в дальнейшем просто прошу помощи как дальше с ней обращаться неважно это дегармаара или кальмонара просто это общее название калькам камбрий вот и ну естественно у них там немножко различается уход но есть общепринятые правила которых но которые нужно соблюдать вот я не учла этого внимание вот в конце или начале я поставлю фотографии моих красотюшек и немножко хочу еще похвастаться на фоне моих плохих новостей конечно же я все-таки еще выхватила одну кальмонару это масса и ред мне очень понравилась она это же предложение поступило неожиданным ввиду того что я искала свою ввести 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 киару миссия брайан это шейди леди вот так я ее не нашла к сожалению но мне поступило вместо нее предложение взять масса и ред тоже не менее красивая растюшка вот я продавцу описывала о том что я еще не умею с толком обращаться вот но растение тоже не менее обаятельное в размере небольшой размер у нее там тоже она сидит в таком маленьком горшочке может даже меньше судя по тому как держали горшочек ну да где-то может даже меньше горшочек там а может быть и такого же размера не помню вот на данный момент растение уже приехала она на укрпочке ну вот что в результате у меня получилось все-таки кальмонару мне пришлось вытащить из горшка вот внутренняя бурба начала гнить мне пришлось ее удалить вот второй рост тоже был с коричневым ободком и практически до середины прогнил не знаю это экспериментировать буду на это безобразие лучше не смотреть вот кармонара я ее пересадила сделала такой самостоятельный горшочек маленький потому что большой я не стала давать ее пересадила по своему методу и что самое интересное там внутри есть еще маленький маленький ростик росточек вот он немножко конечно углем присыпанный но он живой с ним все отлично и у меня осталось только на него надежда покаместь так как это бурба в общем печальные события с ней произошли я тут или тоже обработала подсушила вот убрала все общем беда не приходит одна как говорится оказывается 2 бульба тоже подгнила и пришлось срочно все отделять потому что там стволик уже начал коричневеть и у одной и второй бульбы вот этих новых ростиков вот пришлось срочным образом все это удалить почистить и посадить таким способом как я свою первую камбрию посадила вот в общем самостоятельно так горшочек разрезала уменьшила вот по методу еленочки которая ведет канал елена с даже неважно в общем такая вот беда у меня приключилась гармару я посадила вот так она сейчас сидит росточек тоже у меня не углублен сильно в общем тут корешки я чуть-чуть мухом присыпала положила тут кусочек но это так его даже не увлажняла сухой просто положила прикрыла может не стоило было этого делать вот эта бульба меня напрягает потому что она глубже всех сидит вот все остальное вроде бы в отличном состоянии более-менее как бы так будем следить за дальнейшем развитие этих несчастных моих у второй бульбочки вот здесь у дегормары там намек на корешки есть и даже на новые росточки у дегормары немножечко лучше ситуация чем у кальмонары вот на этом я завершу в общем я показала как в каком они состоянии сейчас первая моя камбрюшка я уже показывала еще раз покажу вот там новый рост по моему еще один лезет насколько я понимаю и корешки корешки там вообще жирнючие просто она супер молодец начала восстанавливаться она меня очень порадовала вот что нельзя сказать конечно же по первым дом камбрюшком которые недавно получила девочек еще раз девочки извините меня за то что я такая криворукая вот к сожалению такое тоже бывает вот в общем на этом я завершу свои расстройства спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал не забудьте нажать на колокольчик а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео с вами была сытник нона и мой канал флорал грим всем пока пока а а